Эволюция в пропаганде. Интересная для меня была вещь такая, любопытная. Ну, вы знаете, в Перми произошли довольно трагические события. Там на школу напали два подростка, причем напали на учеников четвертого класса. К счастью, никто не погиб, хотя есть тяжело пострадавшие там учительницы, я так понимаю, до сих пор в тяжелом состоянии. Но если абстрагироваться от этих событий, довольно трагических, конечно, к их освещению, можно многое сказать о российской пропаганде. Потому что один из нападавших, он удалил все свои записи во ВКонтакте, но те, кто начали копаться и смотреть, что же он из себя представляет, увидели, что он однажды оставил комментарий в одной из наших групп, написал про то, что что-то там Россия страна рабов, написал в группе Навальной. И это нашел телеканал Russia Today с нашей прекрасной Маргаритой Симоньян, получающей огромное количество бюджетных денег. И новость, и мне было интересно смотреть, как новость, о которой запустил Russia Today, дальше трансформироваться. Про это много журналистов написало. Но вот на Russia Today это звучало, как человек, нападавший, высказывался в соцсетях в поддержку Навального. Дальше все это перекочевало в такое издание «Знаком», которое раньше было приличным, а сейчас стало не очень приличным. Но, в частности, они уже написали, что вот этот человек поддерживал Навального нападавшей. Дальше то же самое появилось в «Рамблере». В «Рамблере» уже было немножко другое, там как-то было интереснее. Школьник, устроивший резню в Перми, поддерживал Навального и называл страну рабов. Ну, понятно, принадлежит мамуту, олигарху. То же самое было в газете «Ру» и почему-то в «Лайфе». Газета «Ру» тоже принадлежит мамуту. Но совершенно фантастически это уже преобразовалось, когда мы дошли до прекрасного телеканала «Царьград». Даже не знаю, кому принадлежит адовый телеканал. Это звучало, как резня в Перми, вдохновленная американскими убийцами и Навальным. Это совершенно потрясающе. Это, конечно, показывает, ну, как работает эта машина, которая может вот из какого-то комментария в соцсети дойти до того, что я и некие американцы вдохновили резню в Перми. И я подумал, что, ну, у этого вообще, в принципе, красивая штука. У этого есть перспективы. И можно даже поразмышлять, какие были бы заголовки, если вот такие же средства массовой информации не любили тех, кого они сейчас любят. Например, Маргарита Симонян, она же прославилась широкой публике, когда заявила о том, что она сварила себе на обед голову бобра. На самом деле такое было, да? Все очень удивились ее таким кулинарным предпочтениям, голова бобра. И, в общем-то, в принципе, если мы идем по такой логике, у меня прям в голове сразу родился, помянуя о том, какие еще кулинарные предпочтения были у известных, кинематографических персонажей, у меня родился такой заголовок. Кулинарный коллега Маргарита Симонян. Я съел его печень с бобами и запил в хорошем кьянте. Ну вот, логика та же самая. Дмитрий Песков. Если бы его не любили средства массовой информации, хотели бы что-то сказать про него, запросто связь обнаруживается. Эксперт. Связь Пескова и маньяка Чикатило установлена. Они оба смотрели программу «Время». Чистая правда. Чистая правда. Они оба смотрят программу «Время» и, конечно, между ними существует связь. Но вот таким образом можно много фантазировать, очень много смешных вещей придумать. Придумать для смеха. Но эти все издания, они же не для смеха придумывают. Они на самом деле все это придумывают. Они на самом деле это все распространяют и показывают большому количеству людей. Вот это вот грустновато.